Меня слышно, видно, замечательно, давайте начнем. Сегодня я бы хотела вам рассказать про Институт космических технологий. Вы можете задавать свои вопросы в общий чат, и я думаю, что по мере накопления вопросов я буду отвечать на ваши вопросы. Если вы не знаете, Институт космических технологий готовит специалистов для ракетно-космической отрасли, то есть тех, кто обслуживает нашу отрасль и оборонные предприятия. Что хотелось бы рассказать? Сегодня у нас презентация программы «Фундаментальная информатика и информационная система», магистрская программа. То есть я понимаю, что вы являетесь уже либо специалистами, либо бакалаврами, либо у вас последний курс. Правильно ли я понимаю, что вы уже заканчиваете? Давайте для начала познакомимся. Андрей у нас, Светлана и Дмитрий, правильно? Я думаю, что вы можете уже писать по ходу свои вопросы. Значит, кафедра математического моделирования в космических системах, ее заведующий кафедр, доктор физико-математических наук Роман Вячеславович Шайвинг. К сожалению, он сегодня не смог с вами встретиться. Ну и расскажу коротко о программе. Я заместитель директора по воспитательной и профориентационной работе Петрова Надежда Александровна. Значит, цель данной программы – это математическое моделирование, искусственный интеллект и машинное обучение. Значит, целью программы является обучение студентов современного программирования на профессиональном уровне. То есть, предполагается, что у вас уже есть какая-то база, вот Дмитрий написал, что уже четвертый курс, соответственно, вы можете 20 июня, когда у нас начинается прием документов, принести свои документы. Чуть позже я расскажу, какие документы необходимы. Значит, выпускник этой программы готовится к работе, стать профессиональным программистом, а также специалистом в области математического моделирования в наук о емких отраслях промышленности. Условия программы, то есть, это у нас дневная очень форма, но занятия для удобства, что немаловажно, ведутся в вечернее время. То есть, большим преимуществом данной программы является то, что вы можете уже устроиться работать на работу и вечером с 6 до 9 приезжать в университет и проходить занятия, слушать. Обучение входит как лекции, так и семинарские занятия. И также процесс обучения технологиям программирования состоит из большого блока практических занятий, которые вы можете освоить также и в дистанционной форме. У вас будет время на самостоятельную подготовку. Меня спрашивает Андрей, да, то, что какие вступительные испытания. Это междисциплинарный экзамен, включающий вопросы по высшей математике и основам программирования. Что еще из плюсов хотелось бы подчеркнуть данной программы? Большим плюсом и конкурентным преимуществом по отношению к другим программам это 13 бюджетных мест. В этом году нам бюджетные места увеличили, потому что идет смещение на технический профиль подготовки специалистов. И поэтому реально поступить на бюджетное место, для этого необходимо прийти на междисциплинарный экзамен и его сдать успешно. Значит, форма обучения, я сказала, уже очная. Полтора года у вас проходит учебный процесс и полгода вы пишете магистрскую диссертацию. Значит, если кому-то интересно, вы можете мне также электронную почту скинуть, я вам направлю учебную программу с дисциплинами, что читается, в какое время и в каком объеме по учебным часам. Значит, по стоимости обучения, если вы вдруг не прошли на бюджет, на контрактной основе порядка 150 тысяч в год. Оплата посеместровая разбивается на две части. Ректор по прошлому году пошел навстречу и снизил стоимость обучения порядка на 20%. То есть от 136 до 150 в год за магистрскую программу технического профиля, естественно. Значит, какие документы? Какие документы вам необходимы для поступления? Как я уже сказала, 20 июня начинается прием документов. Это, конечно же, диплом о высшем образовании, обязательно с вкладышем, соответствующим приложением. Заявление о приеме вы пишите в приемной комиссии. Так, у меня она говорит, что плохо слышно. Сейчас я поправлю, посмотрю микрофон. У меня микрофон громкость на полную. Эхоподавление. Так. Совсем не слышно или слышно, но плохо. У нас шумы. У всех слышен шум? Светлана, Дмитрий. Шумеет. Так, Светлана говорит, что шумеет. Секундочку, я сейчас позвоню. Все окей, да? Прекрасно слышно или не слышно? Так, значит, как я уже сказала, в процессе обучения активно используются дистанционные формы. То есть вам могут скидываться занятия в дистанционной форме, видео лекции, гибридные лекции. Обучение ведут молодые, активные преподаватели, которые имеют большой опыт промышленного программирования в области математического моделирования. По желанию студентам предлагается участие в научных исследованиях, поскольку наш институт космических технологий позиционируется как научно-исследовательский институт. И у нас очень много научно-исследовательских работ, где мы привлекаем студентов, и они за определенные деньги, денежное вознаграждение, работают уже, будучи студентами на пятых-шестых курсах, ну, либо на первых-вторых курсах магистратуры. Какие основные курсы входят в перечень дисциплин? Это вычислительная математика, дискретная математика, теория алгоритмов, искусственный интеллект в моделировании систем, математические основы защиты информации, информационной безопасности, математические основы имитационного моделирования. Так, убавить микрофон, слышу, убавляю, сейчас убавила. Так, база данных, основы современного программирования, параллельное распределение программирования, программирование на языке С, распознавание объектов, современные технологии, теория искусственного интеллекта, функциональный анализ, теория операторов, экспертные системы. Я вам, как уже обещала, кому интересно, направлю программу дисциплин с подчасовкой. Значит, также студенты имеют возможность заниматься внеучебной жизнью, внеучебной деятельностью. Это поход на разные предприятия, то есть, где вы можете практически посмотреть, каким специалистом вы будете. Что немаловажно, у нас особенность нашего института, то, что все кафедры у нас базовые. Что означает базовые кафедры? Это когда специалисты с предприятий, сотрудники читают лекции у нас на кафедре. Соответственно, весь учебный процесс, он идет практикоориентированно. Не то, что вам в теории что-то дается, а больше нацелен на практику, чтобы что-то уже самим написать, потрогать, научиться. То есть, и опять-таки, вы идете работать уже на эти предприятия, что... Немаловажным, мы можем похвастаться, что у нас стопроцентное трудоустройство. По крайней мере, магистратура у нас вся работает на предприятиях ракетно-космической отрасли, в оборонной промышленности. У нас люди идут работать только по специализации, по направлению своей деятельности. К документам я начала говорить, да, самое главное это диплом о высшем образовании. Фотографии 3 на 4, 4 штуки. Значит, и заявление вы пишете уже в приемной комиссии. Так, вот поступил вопрос от Дмитрия, где студенты проходят практику. Вначале я скинула ссылку на сайт института, где вы можете посмотреть предприятия-партнеры. Их более 20 предприятий. Основные это госкорпорация Роскосмос и госкорпорация Ростех. У них очень много дочерних предприятий. Роскосмос, ОРКК, Энергия. Это российские космические системы основные, да. Агат, Техномаш, Техмаш, это уже Ростех, да, пошли. То есть вы можете посмотреть список этих предприятий. У нас есть на сайте, в любое из этих предприятий мы вас можем направить на практику. Значит, что касается документа, который вы получаете, получаете диплом магистра по направлению фундаментальной информатики и информационной технологии. То есть это больше вот программирование, информатика, такое в чистом виде для именно уже для наукоемких отраслей промышленности, такие как Роскосмос, госкорпорация, Ростех. Вот. Я думаю, что мне было бы удобнее, если бы вы мне задавали вопросы и мы в таком режиме рассказывали. Потому что по обучению, по программам, это уже, наверное, по предметам, если интересно. Что будет написано в дипломе, да, как я уже сказала, в дипломе будет написано магистр по направлению фундаментальная информатика и информационной технологии. Также есть в ресурсах доступных телефон внутренний и почта руководителя заведующего кафедры доктора физико-математических наук Романа Вячеславовича Шамина, где вы можете задать ему вопросы лично на почту и также, соответственно, обратную связь получить на нашем сайте, во вкладке «Обратная связь». Любой вопрос, который касается поступления, вы можете задать напрямую мне, там есть ссылка. И, соответственно, посмотреть на сайте РДН, вы можете посмотреть по наполняемости бюджетные места. Обычно у нас проходит в один-два дня. По прошлому году это было 24 июля. Вы пишете порядка двух-трех часов экзамен междисциплинарный. В билете, дай бог памяти, три или четыре вопроса, которые вы раскрываете в письменном виде, сдаете. Роман Вячеславович вместе с экзаменационной комиссией это все проверяет. И в течение двух-трех дней вывешиваются результаты на официальном сайте, где вы можете уже посмотреть, прошли вы на бюджет или вы можете поступить на контракт на основе. Давайте, ребята, какие-то вопросы. Кто где учится, давайте перекличку проведем. У нас ребята с РДН или есть с других городов? С Москвы имеется в виду или с регионов? Так, все притихли, переваривают информацию, да? Ого, это что? Простите, Андрей, что это за университет? Оренбург, ага, очень приятно. Оренбургу большой привет. Ну, ребят, смотрите, то есть большое преимущество данной программе, одним из, наверное, самым крупным, это то, что есть бюджетные места. Да, их 13. То есть приехать, попытать возможность, да, вот из Оренбурга поступить на бюджет, все реально, как бы. Тем более, если вы являетесь студентами, у вас, если по направлению еще информатика, информационные технологии, я думаю, здесь проблем не будет в поступлении. Вопросы в экзамене касаемо прям такого сложного программирования, это будет только самая основа математики, да, дискретная математика, математический анализ. То есть самая типа теория вероятности, искусственный интеллект, слышали вообще о общежитии, да, и вопрос по общежитию задает Андрей. Общежитие у нас предоставляется контрактным студентам 100%, бюджетники идут уже по остаточному принципу. Сначала в университет заселяются иностранные студенты, потом заселяются студенты контрактной формы обучения, и уже бюджетники заселяются по остаточному принципу. Есть проблемы с общежитием, но я думаю, что если вы на контрактной форме, у вас проблем нет, то есть вы поступаете, вам дают общежитие. Еще вопросы, пожалуйста. Я уже сказала, да, Дмитрий, может быть, вы не слышали, занятия проходят в вечернее время, то есть до 6 часов вечера вы можете работать с 6 до 9, где-то до полдесятого проходят занятия у нас на этой магистрской программе. 3-4 раза в неделю, то есть это не каждый день. Да, про трудоустройство я уже сказала. Наши основные партнеры, которые я перечислила, две госкорпорации, это Роскосмос и Ростехнологии. Трудоустройство у нас проходит, так скажем, самые лучшие, самых лучших отбирают, уже замечают, как я уже сказала, это преподаватели и лектора читают у нас с предприятий. В основном, допустим, помимо профессорско-преподавательского состава кафедры, еще читают сотрудники с предприятий. Как вы себя зарекомендуете, как вы себя проявите, как в учебной, так и в неучебной деятельности, так, соответственно, вам уже и будет дальнейшее трудоустройство. Но, как правило, те, которые хотят учиться, которые учатся, они трудоустраиваются без проблем. Что касаемо языков, это не является обязательной догмой. На первом курсе есть какой-то объем иностранного языка. Также вы можете получить дополнительно в университете, вы знаете, учатся представители 152 стран мира. Это является первым университетом, первым по интернациональному признаку. И вы можете изучать любой язык, но это будет дополнительно. Дополнительный диплом переводчика за два года вы можете освоить по желанию. Арабский язык, пожалуйста, изучать. Значит, магистратура бывает ли целевая? В основном у нас магистратура целевая. Это как раз по запросу от предприятий. Либо в повышение кто-то идет, да, по карьерной лестнице ему необходимо именно специализированное образование. Либо просто для себя хотят увеличить свой уровень. Так, я пропала. Проходит обучение у нас целевая от предприятий, как я уже сказала, предприятий-партнеров. В частности, на кафедру к Роману Вячеславовичу. Это предприятие Ценимаш, которое находится в городе Королево. В НЕЭМ. Высокоточные комплексы. Ну, то, что те дочерние предприятия госкорпорации Ростех и Роскосмос. Да, мобильность у нас есть, академическая мобильность, когда проходят стажировки за границу. Но поскольку наш институт достаточно молодой нам, пятый год, поэтому мы еще, так скажем, активно не направляем студентов. Но у нас, поскольку космос был закрыт долгое время, да, у нас в 12-м, 13-м, 14-м году, мы с иностранными студентами мало, так скажем, сотрудничаем. В основном это российские студенты и студенты ближнего, ближнего, ну, то есть из СНГ. Стажировки, да, вы будете поступать, будем прорабатывать этот вопрос. То есть это все у нас в планах. День открытых дверей у нас проходит, был вот 18-го ноября. Ближайший день открытых дверей 27-го января. Это общеруденовский день открытых дверей, где вы можете приехать и посмотреть, пообщаться с заведующими кафедрами. Это будет и для бакалавриата, и для магистратуры. Ну, в основном бакалавры, конечно же, приходят на день открытых дверей после школы, после средних специальных образовательных учреждений. И посмотреть, как наш факультет, наш институт, так и другие смежные факультеты, такие как физико-математический факультет, инженерная академия. То есть по этому профилю 27-го января, ближайший день открытых дверей, и потом уже следующий 7-го апреля. У нас есть центр управления полетами, аналог такой же, как в городе Королеве при Ценимаш. Наши партнеры, госкорпорация Роскосмос, ракетно-космические, российские космические системы, нам оснасили наш ЦУП. И студенты имеют возможность, как в лаборатории, заниматься, смотреть, отслеживать, пока не управлять спутниками, но мы тоже, это у нас в планах, мы к этому идем, учиться и заниматься в Центре управления полетом в своего рода лабораториях. И презентация защита проходит на русском языке. Также студенты бюджетной формы имеют возможность получать стипендию. Стипендия небольшая, но то, что от государства положено, полторы тысячи рублей, это идет стипендия для бюджетников. Все инфраструктуры, то есть являясь студентом Российского университета Дружбы Народов, вы имеете возможность пользоваться всей инфраструктурой РУДН. То есть это и интерклуб, который, если вы хотите творчеством заниматься, кто-то поет, кто-то танцует. Ребята, если хотите, у нас более 40 секций спортивных заниматься, у нас есть физкультурно-оздоровительный комплекс огромный, то есть вся инфраструктура РУДН становится вам автоматически тоже доступной. Библиотека, у нас есть медицинский центр, кафе, разная кухня народов мира. То есть очень интересно и учиться, и проводить студенчество. Понятно, что магистратура это уже, наверное, более вторая ступень образования, да, то есть вы уже можете выходить на работу, это тоже немаловажно. Экспезиции на Марс нет, никакого отношения лично я и Институт космических технологий не имеет. Можно тогда встречный вопрос я вам задам? Откуда вы узнали про Институт космических технологий и вот кто, может быть, кто-то порекомендовал вам? Через сайт РУДН или через сайт Института космических технологий? Понятно. Ну да, направление очень, на самом деле, перспективное. Вообще космос, космос вокруг нас, каждый день он нас окружает. И, собственно, когда мы встаем, смотрим погоду, мы забиваем в навигаторе, да, то есть свой путь. То есть это все идет со спутника и то, что спутниковые технологии, дистанционное зондирование Земли, сейчас запускают крупные проекты, цифровая Земля. То есть спутниковые технологии, космические технологии, они вошли в нашу жизнь и как бы их необходимо изучать. И насколько вы будете подкованы, насколько у вас будут знания в этих технологиях, настолько вы будете востребованы работодателю. Сколько человек в группе, это от 10 до 15, не больше. То есть вот 15 человек, вот такая вот группа, это уже считается полная группа студентов магистратуры. Возраста разные, очень мало кто идет после бакалавриата. В основном у нас люди уже состоявшиеся, люди в профессии, которые занимают определенные должности. То есть абсолютно контингент студентов в группе будет разный и интересный. В этом году набрали вот у нас 11 человек, тоже абсолютно все разные. Кто с предприятий, кто-то приехал из другого города. То есть будет, я думаю, что интересно. Самое интересное, что заведующий, доктор молодой, доктор наук физико-математический, и весь состав такой достаточно молодой и динамично лекции проходит в таком, ну, в хорошем, быстром режиме. И это интересно. Вот это тоже является плюс, преподавательский состав. Иностранцев, честно я вам скажу, только СНГ, то есть Казахстан. Иностранцев с дальнего зарубежья у нас не было в этом году, по крайней мере, точно не было. Ну, может быть, на 18-й год, на план, у нас кто-то будет из иностранцев. Очень на это рассчитываем, конечно. Почему не было или почему что? Ну, наверное, да. У нас же такая система, что иностранцы приходят через подготовительный факультет, сначала осваивают язык, потом приходят уже обучаться к нам. Вообще, очень нами заинтересован Китай, космосом заинтересован Китай. Кто смотрит новости, наверняка знает, да. Ну вот, как-то так. Может быть, про нас мало, слабая реклама у нас, или про нас мало слышно, потому что позиционирование на сайте, да, на сайте Руден, очень много информации, и не всегда можно увидеть в большом потоке информации, именно посмотреть, заинтересоваться. Наш сайт, вот, достаточно, тоже не так давно у нас обновленную версию запустили. Ну, вот, пока ждем, работаем в этом направлении. На самом деле, не сложно. Вот, кого-то пугает космос, думают, космические технологии, это сложно, я не смогу. Все реально, самое главное, это ваше желание. Будет ваше желание, мы, в свою очередь, открыты, готовы помогать, дополнительные консультации проводить, идти вам навстречу с точки зрения, там, дистанционного. Все мы люди, мы понимаем, что кто-то, чтобы оплатить свое обучение, идет и на работу, и на две работы устраивается. То есть, конечно, в первую очередь учеба, но дистанционная форма у нас тоже приветствуется. Также, свободный график посещения, ну, при определенных условиях, конечно, если вы сдаете первую сессию очень хорошо, то мы идем также к вам навстречу. Да, Андрей вот хочет к нам поступить, это очень приятно. Давайте меняться электронными почтами, будем переписываться, и 20 июня мы вас ждем, откроется приемная комиссия, мы готовы будем взять ваши документы, рассмотреть. Также конкурс-портфолио при прочих равных условиях, да, может быть, вы одинаково напишете междисциплинарный экзамен, у кого-то есть дополнительные дипломы, или победители всероссийских олимпиад. Это тоже было бы замечательно, и будет плюсом в дополнении к вашему экзамену. Ребят, если я всю исчерпывающую информацию рассказала, да, давайте, вот ссылку на сайт я кинула, также могу написать почту, где вы можете, может быть, в ходе информации, да, в ходе полученной информации у вас появятся дополнительные вопросы, вы всегда можете мне написать, я отвечу по возможности. Ну, вот я поняла, что Андрей уже хочет к нам поступать, как остальные участники наши. Ну, я постаралась вот коротко основные, основные, так скажем, точки обозначить, да, учебные дисциплины, карьеры, трудоустройство, все понятно и интересно. Спасибо большое за вашу оценку. Значит, как я уже повторюсь, 13 бюджетных мест. Пожалуйста, пробуйте, не бойтесь ничего, и самое главное, это ваше желание. Боюсь желание, у вас все получится. Все, ребят, тогда я отключаюсь, если всем все понятно, очень познавательно и интересно, да, замечательно. У нас также будут, да, приятно, мне тоже приятно, спасибо. Значит, у нас будут также открыты такие лекции с другими заведующими кафедрами, с другими направлениями магистрской подготовки, на которых также есть бюджетные места. Следите за новостями на сайте, и на нашем сайте, на сайте РУДН, и также подключайтесь, буду рада с вами пообщаться, ответить на все ваши вопросы, да. Продолжение следует...